В настоящее время волонтеры-медики являются самым многочисленным волонтерским движением в регионе. Из года в год растет и количество реализуемых проектов, и число активистов. Так, на сегодняшний день в области открыто три муниципальных штаба, а на сайте общественного движения уже зарегистрированы больше тысячи смолян-добровольцев. Волонтеры-медики принимают активное участие в общероссийской акции «Займопомощи. Мы вместе». За это время добровольцы обработали свыше 31 тысячи заявок, поступающих от пожилых и маломобильных граждан, соблюдающих режим самоизоляции, а также граждан с COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении. Произошел, наверное, такой, как бы сказал, тандем между взаимодействием волонтеров-медиков и вообще волонтерских центров совместно с администрацией области, что появилась такая возможность, когда мы стали более ближе общаться и не только какую-то помощь администрации попросить, а уже попросить совета какого-то наших старших товарищей. Далее Алексей Маслиный проинформировал главу региона о работе добровольцев, связанной с вопросами вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. И в этом году, так как увеличилось количество, пошла активная работа, связанная с вакцинацией, с истинно-профилактическим просвещением в области новых коронавирусных инфекций, их видов и также, конечно, у нас здесь присутствуют волонтеры, которые активно участвуют в мобильных пунктах вакцинации, помогают в осмотре пациентов, в проведении термометрии. Я вчера вечером рабочую встречу проводил с начальником УМЧС у вас в Малинской области. И генерал Назарков мне доложил, что у них есть возможность еще три уличных мобильных пункта вакцинации помочь нам открыть в виде шатров специальных с установкой в них мощных кондиционеров. Также Алексей Маслиный рассказал губернатору о планах регионального отделения волонтеров-медиков. В частности, активисты намерены реализовать ряд проектов, направленных на укрепление здоровья населения, популяризацию здорового образа жизни. Еще одно направление деятельности – беседа в общественном транспорте о важности вакцинации и соблюдении масочного режима. Ребята, самое важное – это даже людям не рассказывать про нужность и здравость здорового образа жизни, а хотя бы заходить в средства общественного транспорта и призывать всех ездить на нем в Москву. В завершении встречи стороны обсудили пути решения вопроса с оттоком молодых врачей в Москву и Московскую область. Речь шла об обеспечении жильем молодых специалистов, которые закончили СГМУ и уезжают работать в районные больницы. Я уверен, и Роман Сергеевич меня в этом заверял, ребята поедут, даже в самые отдаленные районы, такие как Сычевка, если сразу получат комфортабельное жилье. Причем такое жилье, которое через какое-то время работает, на перманентной основе в местной больнице или поликлинике перейдет уже к ним в собственность. Работа в этом направлении уже ведется. Так, например, строится жилье для молодых специалистов в Гагаринском и Сычевском районах. Кроме этого, в ходе мероприятия глава региона оценил результат работы по укреплению материально-технической базы Смоленского государственного медицинского университета. В частности, осмотрел спортивный зал, где было уложено уникальное напольное покрытие, аналогов которого в Смоленской области нет.